в начале разбираем свойства в конце закрепляем их на практическом примере такое правило я придерживаю своих уроков привет друзья с вами Денис и мы продолжаем уроки по флэксбокс а в текущем видео разберем два свойства первое влияющее на управление осями и второе на многострочность и многоколоночность элементов в конце закрепляем все на практическом примере и Итак, начинаем со свойства Flex Direction. Оно позволяет изменять порядок направления Flex элементов и выводить их как в строчном расположении, так и в колоночном виде. Свойство задается для контейнера и принимает 4 значения. Значение Row. Все элементы располагаются в начале контейнера и начинаются слева направо. Значение Row Reverse меняет порядок элементов и помимо того, что они прижимаются к правому краю блока, их порядок начинается справа налево. На самом деле свойство Flex Direction меняет не порядок элементов, как это может показаться на первый взгляд, а меняет направление оси, на которое расположены элементы в контейнере. И тут мы знакомимся с одним из основных понятий Flexbox, это оси. Всего их две. Есть основная ось, которая называется главная, и второстепенная ось, которая называется поперечная, которая идет поперек главной оси. У каждой из осей есть две составляющие. Это начало ее и конец. По умолчанию главная ось начинается в начале контейнера и заканчивается в его конце. А все элементы это как куски мяса, насаженные на шампур и идущие друг за другом до самого начала контейнера. При помощи значения Row Reverse мы переворачиваем главную ось, тем самым меняем направление ее внутри контейнера. Все, что было насажено на шампур, соответственно переворачивается вместе с ним. Но обратите внимание, как был элемент один в начале оси, так в начале оси он и остался. Только теперь ось начинается не с начала контейнера, а с его конца. Помните свойства из предыдущего урока Justify Content, при помощи которого мы выравнивали элементы по горизонтали. Так вот, в данном случае оно работать будет противоположно. Установив значение центра элемента у нас выравнивается как и положено посередине контейнера, а вот значение FlexStart элементы теперь прижимается к правой стороне, в то же время как FlexEnd позиционирует элементы в начале контейнера. Обязательно этот момент не забывайте при использовании FlexBox. Следующее значение Column, применяется к поперечной оси и работает так же как Row, только в отличие от него все элементы в контейнере выстраиваются в колонку сверху вниз. Значение Column Reverse по аналогии работает как и Row Reverse, только теперь переворачивает поперечную ось и порядок элементов в данном случае идет снизу вверх. Следующее свойство, с которым познакомимся, это FlexRub. Когда элементы не влезают в отведенную область контейнера, у нас есть возможность при помощи данного свойства сделать многострочность и многоколоночность элементов. Свойство применяется к контейнеру и принимает всего три значения. NoRub, значение по умолчанию, все Flex элементы не переносятся, располагаются в одну линию или колонку, то есть то, что мы видим сейчас. Значение OverRub создает как многострочность, так и многоколоночность элементов, и это все зависит от того, установлено ли значение Column или Column Reverse в свойстве FlexDirection. Если мы закомментируем данное свойство, то соответственно по умолчанию оно принимает значение Row, а значит все элементы выстраиваются в ряд слева направо и занимают свое стандартное положение. Теперь сжимая область контейнера по ширине, элементы, которые в него не влезают, будут переноситься на следующий ряд. Закомментировав данное свойство, мы получаем значение NoWrub и тем самым все элементы располагаются в одну строчку. В то же время, когда установлено значение Column или Column Reverse, формируются колонки. В нашем случае одна колонка, потому что высота контейнера не ограничена и вычисляется из совокупности всех находящихся в нем элементов. И нам достаточно ее просто ограничить, чтобы увидеть формирование нескольких колонок. Третье значение Wrap Reverse, располагая все элементы в обратном порядке слева направо, при этом перенос происходит снизу вверх. Если у нас есть представление, как использовать свойство FlexWrap, к примеру для фотогалереи списков товаров, при помощи которого можем делать responsive веб-дизайна, то свойство FlexDirection, при помощи которого меняем направление синий, каждому понятно, где его можно применять. Вот именно этот вариант мы и рассмотрим в практическом примере. Разберем простой пример верстки страницы при помощи FlexBox и вспомним заодно свойства из предыдущего урока, а самое главное рассмотрим один из вариантов, где выручаю свойства FlexDirection. Я заранее подготовил исходные файлы и пробежимся по их структуре. Все файлы переношу в свою среду разработки, открываю индексный файл и посмотрим из чего он у нас состоит. Значит вверху у нас title идет, тег, затем viport для медиа запросов, подключаем styles, который находится у нас в папке CSS, открываем данный файл, в нем я сбрасываю отступы, подключаем шрифт вердановский и картинку на задний фон. Сама картинка находится в папке image, и она просто как ингредиент идет, рядом с ней находится логотип, который мы тоже будем подключать на страницу, и следующий файл media запрос, который у нас сейчас практически пустой, далее мы с ним еще поработаем. Мы подключаем, кстати, обратите внимание, на 820 пикселей. Ниже идет обертка для выравнивания элементов, в принципе это и все файлы, которые присутствуют в данном архиве, поэтому можете как сами набрать или скачать его, ссылка будет в описании под видео. В отличие от простой верстки каких-либо элементов, я страницу не верстаю целиком, всегда разбиваю ее на блоки и верстаю их по отдельности. Возьмем стандартную структуру из трех блоков, header, content и footer, и сверстаем такую простенькую страницу. Header это верхняя часть страницы, в нем расположим горизонтальное меню, логотип, баннеры и так далее. В контейнере мы будем располагать тело самой страницы, левый сайдбар и область для контента. И завершающим идет у нас footer, в нем уже будет находиться сам подвал страницы. В принципе это и есть три основных блока, с которыми мы будем работать на протяжении всего урока. и для начала мы зададим для основного блока DWS в рапор, который является обердкой, белый задний фон и спозиционируем его по середине экрана. По идее этот блок сейчас должен у нас выровняться по центру, и как видим, да, когда область экрана мы расширяем, то он у нас будет всегда центроваться по середине. Так, если мы сейчас менеджер авто закомментируем, видим то, что блок у нас сразу поджался к левому краю, а в таком состоянии он будет центроваться. Итак, для понимания, какое пространство занимает каждый из блоков, давайте для них зададим задний фон. Для каждого контейнера, основного, для хедера, контейнера и футера, задаем свой индивидуальный цвет. Вот, в принципе, эти три контейнера, сейчас мы видим их обердку, и далее нам предстоит в них уже размещать элементы и как-то их позиционировать. Итак, приступаем мы с основного первого контейнера, это хедер, и в нем разместим логотип, для этого прописываем тег image и указываем к картинке путь. В качестве меню сделаем блок UL, который будет у нас с определенным классом топ-меню. Внутри его расположен список или, в который вкладываем ссылку, и все это делаем в количестве шести штук. Так, далее заполняем пункты меню, а ниже добавляем блок для баннера, где вставляем картинку. Таким образом выглядит структура хедер, и теперь можем приступать к ее оформлению. Начинаем мы с самого верхнего левого края, в нашем случае это логотип, и для него просто зададим внешние отступы. Так, далее переходим к оформлению верхнего меню, и для этого убираем внутренние и внешние отступы у блока UL. Так, затем уберем маркеры и зададим задний фон. Так, затем применяем флексбоксы, и блок UL делаем флекс-контейнером. Для этого прописываем для него дисплей флекс. Соответственно, все списки Ли выровнялись у нас по горизонтали, и теперь выровняем их при помощи JSIFY-контент по центру самого блока. Это все мы проходили в предыдущем уроке, и тут мы просто закрепляем этот материал уже более на практике, и смотрим, как это применяется на реальных примерах. Так, далее оформим списки, и я думаю уже с ними мало у кого возникают вопросы, тут все стандартно, как и всегда мы с ними работаем. Итак, со списками мы закончили. Теперь выровняем баннер и сделаем его 100%. Так, затем, когда закончили с одним блоком, переходим к следующему блоку. У нас идет по списку это контейнер, и для него зададим определенную свою разметку. Так, внутри контейнера расположен два блока. Первый – сайдбар, и второй – это контент. То есть, в первом у нас будет находиться левое меню, а во втором мы будем располагать сам контент самой всей страницы. Эти блоки нам нужно выровнять по горизонтали, и соответственно их или нужно отфлотить, чтобы они друг друга обтекали, или, как в нашем случае, мы просто используем флексбоксы. То есть, для сайдбара и контента мы сделаем флекс элементами их. Для этого прописываем контейнеру в дисплей флекс. Далее зададим верхние и нижние отступы, чтобы не прилипал контейнер у нас. Далее для сайдбара зададим определенную ширину, но лучше для начала сделаем и задний фон, чтобы видеть его границы. И далее 250 пикселей сделаем ему ширину. Для блока контента, являющийся также флекс элементом, мы сделаем 100% ширину и задаем ему задний фон. К тому же, с левой стороны сделаем небольшой отступ в 20 пикселей. Теперь давайте рассмотрим такой момент, когда у нас текст идет сплошным словом без пробелов, и что из этого получается. Для этого я скопирую слово сайдбар, и продублирую его много раз. Обратите внимание, что текст у нас вылазит за пределы блока и за основной контейнер. Так вот, чтобы данный момент исправить, есть специальное свойство, и называется оно word wrap, то есть переводится как перенос слова. А значение break word разделяет слова и помещает весь текст в контейнере, где он за пределы его не вылазит. Но это так, небольшое отступление. Для тех, кто не знал, положите данное свойство в свою копилочку и далее уже используйте его по назначению. А пока временно заполним данные контейнеры текстовым содержанием, чтобы видеть, как они у нас будут растягиваться по высоте. И затем в дальнейшем опишем их структуру. И обратите такое внимание, что когда используем флексбоксы, у нас контейнеры по высоте растягиваются равномерно, что первый, что и второй контейнер. И в этом преимущество флексбоксов. Нам не нужно вычислять данную высоту, когда делали мы это при помощи флоутов. Она автоматически сама задается и унаследуется уже вторым контейнером. Это и есть одно из преимуществ флексбоксов при верстке сайтов. Но как для отступления скажу, что на флексбоксах сайты, конечно, целиком верстать неудобно, так как они рисуются по сетке и, соответственно, верстаются тоже по сетке. И в данном случае, конечно, подойдет лучше всего CSS Grid. А с гридами мы в дальнейшем с вами обязательно познакомимся. Так, далее продолжаем оформление сайдбаром. То есть здесь размещаем левое меню, которое будет состоять из блока UL и списка FLE, в которых вложена ссылка. Внутри пропишем атрибут шрефт с решеткой и это все сделаем в количестве 6 штук. Так, списки далее заполню содержимым и в конце размещаем два баннера. Так, сайдбаром мы закончили и теперь переходим к блоку контент и сделаем у него разметку. Так, затем переходим в CSS и оформляем визуально текущие блоки. Так, начинаем мы с сайдбара, а точнее с левого меню. Давайте его сразу здесь откроем, чтобы видно было, с каким мы элементом работаем на странице. И в принципе здесь все стандартно, как это делали мы до этого. Ничего сложного нет, просто оформляем их визуально, чтобы они у нас более-менее симпатично отображались. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И так, в принципе, мы закончили с оформлением левого меню, то есть левого сайдбара. И в принципе можно сделать теперь, чтобы эти элементы были при наведении активны. И так далее. Давайте еще добавим к ОУ данных баннеров отступы сверху и сделаем их по середине блока. Так, ну в принципе на этом все. Мы с сайдбаром разобрались. И давайте сразу я уберу задний фон, который мы до этого задавали. И также уберем задний фон у основного контейнера. Так, затем переходим к оформлению блока с основным текстовым содержанием. Предварительно также убираем задний фон. Нам он здесь уже не нужен. И далее оформляем его. И так, оформили текстовое содержание. Теперь можем переходить к основному блоку. У нас называется Box Text. И давайте его оформим при помощи Float Left, чтобы текст обтекал в картинку с правой стороны. Таких блоков у нас будет несколько на странице. Сделаем, к примеру, четыре. Так, также зададим для него задний фон, чтобы он у нас как-то выделялся от основного контента. И небольшой бордюр. В принципе, вот таким образом и ранее это все реализовывали при помощи Float Left, да, Float Right. Позиционировали элементы. А теперь можно это все делать при помощи Display Flex. Мы прописываем просто для основного контейнера, да, Display Flex. И у нас элементы сразу же выравниваются. Не надо их флотить, ничего там не нужно дополнительно делать. То есть и далее мы уже позиционируем их относительно в самом контейнере. Итак, с основным контентом мы закончили. И теперь переходим к оформлению футера. Перенесу сразу эту запись в конец CSS стилей, чтобы было более понятно и структурировано. И здесь оформим при помощи Display Flex данные элементы. Как раз при помощи Merging Auto мы выравниваем элемент, который будет находиться у нас в стеге P по середине экрана. Вот если закомментировать, то мы видим то, что он у нас сразу прижимается к левому краю. Вот таким образом при помощи Flex Box'ов можно оформить стандартную страницу. И мы по сути в состоянии отказаться от флотов и задействовать Display Flex. И я полагаю, вы и сами это осознали. Поэтому суть этого урока показать не просто верху страницы, а именно использование свойства Flex Direction. То есть то, при помощи которого мы меняли направление осей. А вот теперь давайте рассмотрим типичную ситуацию, когда нам нужно адаптировать данную страницу под мобильное устройство и посмотрим в итоге, что из этого получится. Итак, теперь мы адаптируем данную страницу под мобильное устройство. На данный момент она у нас не адаптирована. Это хорошо видно, когда мы по ширине начинаем страницу ужимать. У нас в блоке видно, что не подстраиваются под данное разрешение. Итак, открываем файл Media и описываем свойства для разрешения 820 пикселей. Почему 820? Это я говорил в начале урока, когда описывал содержание файла Index. То есть файл Media у нас подключается при разрешении 820 пикселей. И на этот акцент я еще сделал в самом начале. Здесь в самом верху мы начинаем описывать стили, как будет вести себя страничка при разрешении 820 пикселей. Итак, я устанавливаю в первую очередь сам экран, саму страничку в данном разрешении. И потом начинаю адаптировать все элементы с самого верха до низу. Итак, аналогично делаю, как при верстке. Адаптировал один блок и далее перехожу уже к следующему блоку. Не все блоки на разрешении менее 820 пикселей помещаются в область контейнера. И в этом случае оптимальный вариант выстроить их в колонку по вертикали. Для этого достаточно контейнеру задать свойство Flex Direction со значением Column. Вот таким образом мы выстроили все в колонку. И далее можем приступать к оформлению текущих элементов. Так, ну и практически мы оформили все элементы. Давайте только у основного контента уберем с левой стороны отступы, которые задает Mergen. Так, ну и на этом можно сказать разрешение 820 пикселей мы отработали. Далее я устанавливаю разрешение на 580 пикселей. И для этого ужимаю экран до этого разрешения. Даже чуть больше ужиму, чтобы видеть, как элементы уже будут адаптироваться. И далее описываем стили при данном разрешении. Начинаем, как всегда, с самого верха. И в данном случае я предлагаю горизонтальное меню у нас скрыть. И то же самое скрыть баннер, который идет за ним. А тем, кто хочет научиться адаптировать такое меню, на моем канале можете найти урок отдельно по тому, как адаптировать горизонтальное меню. И там вы целиком видите все подробно, как это делается. Так, затем оформим сайдбар. То есть меню можно оставить. А вот изображение можно расширить их на 100%. Предварительно давайте его спустим немного сверху, чтобы он у нас побольше был отступ. И затем уже сделаем их на 100%, чтобы растягивались на весь блок. И немного подровняем. На этом сайдбар мы адаптировали. И теперь можем переходить к блоку контент и заняться его уже адаптацией. В данном случае мы просто уменьшим текстовое содержание. И внутри самих блоков, бокс текст, мы все расположим в колонку. И так, для того, чтобы содержание бокс текста у нас выстроилось в колонку, применяем то же самое свойство Flex Direction со значением Column. И затем оформляем оставшиеся элементы в данных блоках. Так, ну в принципе на этом мы закончили адаптацию данной странички. И получилась вот такая структура у нас. И на полном разрешении она будет у нас выглядеть таким образом. Присутствует горизонтальное меню, за ним идет баннер. И элементы у нас выстроены как в блочном виде. А вот когда переключаем на мобильное устройство, то у нас все выстраивается как в колоночный вид. И блоки все представлены в одну колонку. Когда переключаемся на планшет, то видим у нас выстраиваются также элементы. Плюс еще добавляется горизонтальное меню и баннер. Но в остальном все так же. В результате мы получили адаптивную верстку. Но суть данного урока не показать как верстать с помощью флексбоксов. А разобрать моменты где используется свойство Flex Direction. Один из случаев, который я показал, это когда мы перестраиваем элементы из горизонтального положения в вертикально-колоночный вид. Теперь разберем второй момент, когда используем свойства Flex Direction. Итак, обратите внимание, что когда мы просматриваем страницу в мобильном отображении, в первую очередь идут элементы, которые не первостепенны. Как в данном случае у нас расположен первый сайт бар, и он отображает левое меню и баннеры, которые в нем расположены. То есть вот у нас есть UL список, и за ним идут у нас два баннера. А по сути их можно просто было перенести за контейнер, и далее там уже после всего контента отображать данные блоки. Я думаю, мало кому это будет понятно на таком примере, а вот теперь смотрите, как это выглядит на реальном сайте. То есть вот мы перешли в бесплатные уроки категории, и в данном случае мы видим вот такую структуру. Теперь переключаюсь я на мобильное устройство, и тут начинается самое интересное. Практически та же самая картина, которую я показывал в примере. У нас есть левое меню, за ним идет какой-то блок подписки, и далее уже идет сам контент. Так вот, этот блок подписки и меню можем было перенести за сам блок контент. Но это еще мелочи, а теперь обратите внимание, когда мы перейдем в сам элемент. Так, в основном разрешение у нас все нормально отображается, все у нас в своих местах, как положено. Но когда переключаемся на мобильное разрешение, тут видим первое у нас большое меню, затем блок подписки, и далее идет дополнительное видео, а сама суть контента находится в самом низу. Конечно, правильнее было разместить весь контент в самом верху страницы, а все его элементы, которые нам первоначально не нужны для пользователя, их уже помещаем за контентом. И раньше такие моменты мы решали при помощи специфической верстки, флотили элементы, а потом их позиционировали. Другой из вариантов это использовали JS. Теперь это можно реализовать всего одной строчкой. Я думаю, все из вас уже догадались, как это делается. Правильно, мы просто переворачиваем ось, делаем ее направление снизу вверх. Добавляем для флэкс-контейнера значение Clumb Reverse. И элементы у нас поменяли направление. На самом деле ничего сложного нет. Главное понимать, как все это работает, и для чего те или иные свойства нужны. Вот именно на таких практических примерах и приходит осознание общей концепции флэксбокса. Итак, с вами был Денис, автор канала ДВС-ТВ. Увидимся в следующем уроке.